Наша вселенная, наша реальность, весь окружающий наш мир фантастически дуален. То есть наша жизнь, ее восприятие происходит в некой двоичной системе. Да, нет, жизнь, смерть, белое, черное, плохое или хорошее. Мы и они, я и все остальные. По большому счету даже живые биологические организмы, их внешний вид дуальны. То есть можно провести некую линию между правой и левой частью тела, которые практически повторяют друг друга. Однако если это сделать, то сразу бросается в глаза не схожий сторон. Существует два полушария мозга, и несмотря на их схожесть, одно из них это рациональность и арифметика, второе полушарие это творчество и склонность к метафизическому. Несмотря на достаточно долгое, длящееся уже не одно тысячелетие противостояние верующих, религиозных людей и атеистов, не верующих в мистическое и религиозное людей, это противостояние едва ли можно назвать дуализмом. Так как атеистов сейчас около 150 миллионов человек. Можно влепить им еще 800 миллионов агностиков. И мы с очень большой накруткой получим миллиард человек. При этом накрутил я в этих расчетах около полумиллиарда человек из воздуха, а то и больше. Предположим, все-таки их со всякими ответвлениями 1 миллиард человек. Остальное количество людей, населяющих планету Земля, а именно 6 миллиардов, 700 миллионов человек, верующий в какого-то своего бога, или же богов, или же иную форму реальности с некой формой высшего разума и задумки. В общем, одним словом, такое соотношение цифр дуальностью никак не назовешь. Однако, как я уже упомянул в одном из роликов, который называется «Самый страшный секрет атеизма», рост атеистов и неверующих за последние 100-150 лет составил больше 1000%. Ни одна религия не показала такой рост в 20 веке. Более того, основное количество религий в своем росте замедлились до банального замещения родившихся и умерших. Интернет, всевозможные гаджеты, а вместе с ними и полный объем разнообразной информации проникают во все уголки мира, и даже на Ближнем Востоке и в Саудовской Аравии растет количество неверующих. Почему так происходит? Потому что от атеизма, и в частности научного атеизма, вести есть каждый день, а вот от себелюбивых и ленивых богов вестей нет тысячи лет. Ваши боги и их великие чудеса закончились после точки в каждой из книг, которые создали тот мир, в котором мы сейчас живем. И я не говорю, что победоносный ход атеизма и неверия в метафизическое – это хорошо. У меня в дуальном мире третье мнение, а пока что я просто констатирую факты и размышляю. Смотря на нынешних детей, современную молодежь и информацию, которые питают этот мир и их головы, становится понятно, что верующие и неверующие скоро станут дуальной нормой. И, конечно же, атеизм победит и сломит даже самые закрытые ортодоксальные и религиозные общества. Ведь не испытывать чувство вины за слова «бог» легче, чем его испытывать. Понимать, что за эти слова ты не будешь гореть в аду легче, чем думать, что ты будешь за такую мелочь доказан и порицаем. Не испытывать страха по любому поводу и вины легче, чем их испытывать. И опять же, я не говорю, что это хорошо. Я просто констатирую факт. Услышите меня? Что проще и приятнее, когда ничего нигде не болит или когда болит, в том числе и в эмоциональном плане? Религия будет ожесточенно сопротивляться происходящим сейчас в мире процессам и потере своей паствы. Причем, чем быстрее неверие будет распространяться, тем ожесточеннее будет сопротивление верующих религиозных людей. А где же все-таки истина? И кто же в этом противостояние, которое усиливается, в конце концов победит? Кто окажется прав и все-таки одержит победу в этом извечном споре? Есть Бог или его нет? Реальность – это разумная задумка единого сознания и воли? Или все-таки случайность и процесс эволюции? Давайте сегодня найдем ответы на эти важнейшие и интереснейшие вопросы, ведь скрытые ответы на них поражают и удивляют. Вы на канале Нулевой Пациент, меня зовут Крыжановский Петр. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству, которое навязывается всем нам. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно досмотрите этот ролик до конца. Заранее благодарю каждого. Приступим. Однажды изможденный и голодный принц Сиддхартха задолго до того, как стал Буддой, сказал, если натянуть струну слишком сильно, она лопнет, если слишком слабо, она не зазвучит, а значит, важен срединный путь и именно в нем истина. Конечно же, всегда приятно, когда нет крайностей, не слишком жарко и не слишком холодно. Эта философия говорит, что всегда проявив гибкость и взглянув на проблему без эмоций со стороны, можно прийти к выводу, что где-то между крайностями находится суть и смысл. В Библии на этот счет иное мнение. Там сказано, ох, если бы ты был черным или белым, холодным или горячим, а так ты сер, и я не знаю, как с тобой поступить. О да, авраамические религии – это не срединный путь. Там или ты с нами, или гори в аду. Однако и буддистские догматы мне не нравятся, при всем уважении к исторической личности человека, ставшего Буддой. Именно по этой причине сегодня вы не услышите миролюбивой нью-эйдж-чуши в стиле «давайте жить дружно и уважать мнение каждого». Истины нет, есть лишь взгляды на нее. Это тоже чушь, ведь в мире субатомных частиц и неведомых нам пока еще взаимодействий, зовущимися пока мистическими, есть ответы окончательные и бесповоротные. Наука, которую, безусловно, следует отделить от атеизма, называет эти окончательные ответы на все вопросы «теория всего». И пока ее нет, она пока не полна, и вообще, пока что наука далеко от ответов на вопросы. Оттуда и непонимание столь смелых заявлений со стороны атеистов, которые вдруг монополизировали науку и ее нынешние промежуточные результаты. Верующие говорят «вот, посмотрите, здесь у нас написано, значит, это правда». Да кому какая разница, кроме вас, что там у вас написано? Пока что именно радикальные исламисты режут глотки людям по всему миру, а не Аллах, пророки или ангелы. Это именно дело рук людей, и именно ортодоксальные и православные избивают девчонок. Дур, конечно, но девчонок. Это не сделал ни Бог, ни Христос, а люди. Все это значит лишь одно, что именно верующим принадлежит их вера, право ее трактовать и какие решения в связи с этим принимать. Хотя этих жлобов никто не уполномачивал, ведь никто, надеюсь, не станет богохульствовать, говоря, что именно им явился Бог и направлял их. Ведь это было лишь со святыми, теми, чья жизнь и общение с богами описаны в святых книгах. Верующие говорят, вот вы посмотрите скоро, как все изменится, ведь Машеах, Антихрист и Даджаль уже здесь, и скоро конец света. Все знаки уже налицо, они всюду. Друзья мои, сто лет назад была испанка, которая убила 150 миллионов человек. Вторая мировая война убила 50 миллионов человек. В Первую мировую погибло 17 миллионов человек. Внимание, чума за 2000 лет в разные времена убила сотни и сотни миллионов человек. В Древней Южной Америке бывали дни, когда в течение недели жрецы приносили в жертву по 80 тысяч человек. Поверьте, времена были страшнее, чем сейчас, и это был далеко не конец света. Так что не надо, не надо драматизировать. Но конец света нужен верующим и вообще мистические откровения, которые поразят весь мир, так как это будет единственным доказательством, что все, во что они верят, правда. Какая ущербность, не правда ли? Спустя тысячи лет верующие остались лишь с несколькими книгами, чья информация стареет и с каждым днем становится все бесполезнее. Последнее чудо случилось около ста лет назад в Португалии, в городе Фатима. Его наблюдали 70 тысяч человек. И все, религиозные чудеса закончились. Под землей, в центре земли оказалось лишь ядро и полезные ископаемые, а не ад. А на небе облака, и дальше космос, и никакого боженьки. Верующие в полной заднице относительно аргументации своих воззрений. Слушая мои речи, атеисты кивают одобрительно головой, ведь аргументы логичны. Однако, недавно ученые нашли убедительные доказательства пятой фундаментальной силы во Вселенной, что меняет всю физику, понимаете, суть реальности и того, как она взаимодействует. То есть, каким нужно быть хроническим ослом, чтобы в момент, когда Homo sapiens нет еще миллиона лет, когда человек не был нигде во Вселенной дальше Луны, в мире, где он только сейчас обнаружил доказательства существования пятой фундаментальной силы реальности, и утверждать, что что-то есть или чего-то нет. На такое способен лишь человек с большими хромосомными аберрациями, повлиявшими на умственную деятельность на уровне физиологии. Безусловно, атеизм – это религия, базирующаяся не на фактологии, а на веры. А тем временем миллиарды галактик, звезд и планет развиваются и живут, неся в себе величайшую... Что это такое? Так хорошо шло. А тем временем миллиарды галактик, звезд и планет развиваются и живут, неся в себе величайшую тайну таящуюся также в каждом растении росте волос у живых существ симметрии человеческого тела тайну того как вдруг из хаоса зарождается порядок благодаря тем самым фундаментальным силам реальности одна из которой была мистикой и теорией еще совсем немного лет назад правда странно как вдруг мистика становится научным открытием когда вдруг установлена и обнаружена суть взаимодействие когда это можно измерить а сколько таких сил еще сколько не обнаруженных субатомных частиц сколько еще не обнаруженных нейромедиаторов человеческом теле в человеческом мозге напомню серотонина обнаружение его функций это 50 и 60 и года прошлого столетия да это же и есть ты серотонин это твоя личность и жизнь какое житие твое пёс смердячий что ты можешь сейчас на данном этапе своего развития знать да ничего но ты можешь предполагать ты можешь изучать измерять и стремиться ты можешь сравнивать и испытывать находить истину и принимать ее даже если она тебе не нравится что стоит в изначальной сути религии что стоит в изначальной сути атеизма религия это судьба зависимость от высших сил и подчинение несоблюдение этих правил влечет за собой наказание атеизм неверие в это понимание что ты сам контролируешь свою судьбу и отвечаешь лишь перед собой на самом деле не так уж плохо до того момента пока правила не размываются до состояния абсурда где ты уже не человек с биологическими функциями как и все живое во вселенной а кто захочешь и в некоторых религиозных правилах тоже нет ничего плохого до того момента пока какая-то свинья не режет человеку горло за карикатуры на пророка правила нужны и порой очень строгие ведь правила это и криминальный кодекс и правила игры а если они честные мы все можем добиваться того чего хотим в рамках этих правил жаль что они не справедливы ко всем одинаково беда в том что атеисты и верующие уже знают истину и для них это свершившийся факт хотя научные и исторические факты не на их стороне вы хотите знать кто победит что победит атеизм или религия ответ прост оба этих культа падут и падут очень страшно с большим разочарованием для многих у закономерности во вселенной есть четкая упорядоченность причина почему и за счет каких процессов возникает что-то из ничего что-то из абсолютного ничто зона и территория где любого атеиста в том числе и научного можно изнасиловать до изнеможения ведь суть этого понятия бесконечно мистично а значит загадочно верующие же должны знать что все бородатые дядьки на небе озаботившиеся судьбой человечества слишком мелки для такого процесса как появление что-то из ничего ведь не что это не что это не пустота и дух святой это мать его так не что без чего-либо что можно измерить понять и представить сшивать и мирить между собой религию атеизм не стоит в них нет дуальности это одно и то же это единое племя с единым архетипом мышления выводов и стремлений они уже все все знают а все что говорю я это такой бред и лишь великий турк и ученый никола тесла знал что дважды два это мистика ньютон будучи гностиком знал что гравитация это часть истины и это мистика ок пусть будет часть науки мне наплевать как называть истину знаю точно что она не зовется религией и атеизма среди вас айгенор великий ученый мистик до мозга костей был оккультным тоже это знал знал что реальность мистично и благодаря этому он стал великим ученым молю вас люди убрать с педестала ослов позволяющих себе вещать от имени истины и возглавлять ее поиски и тогда мы ее отыщем вот вам немного масонских тайн и мировоззрения которые поведали мне очень серьезные оккультно-научные люди не всякое поверхностное фуфло в стиле великое ложе великобритания нечто серьезное и законспирированное там людям даже не нужна власть а лишь ответы на вопросы за них они готовы умирать и убивать мы живем в трехмерном мире реальность трехмерного мира это сфера несмотря на все открытия по гипотезе по анкаре в трехмерном мире суть истина это ядро и любое отхождение от ядра уже ошибкой и ложь и центр пути между ядром и ложью не золотая середина это такая же ложь как и сама ложь в трехмерном мире все что не ядро все ложь дискуссии быть не может альтернатива истине только обман никаких золотых середин что же нам делать в таком мире петр спросите вы мои маленькие любители истины не волнуйтесь грядут перемены которые я бы даже назвал самой великой войной вы все скоро узнаете а пока помните у всего должен быть источник источник ключевой элемент в поиске ответа в уравнении хотел вам еще рассказать что же все таки такое не что и как оно выглядит но это уже наверное в следующий раз пришло время новых великих книг и учений отвечающих на все вопросы и это нормально скоро все случится если вы посмотрели это видео друзья вы и есть настоящее сопротивление лжи и глупости делающие людей несчастными вы были на канале нулевой пациент подписка лайк комментарий поделитесь этим видео у себя в соцсетях а также не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить следующие видео будет очень много интересного всего хорошего и помните друзья мои грядут перемены до встречи